добрый день друзья с вами канал дали от города и я не на коновалова у нас есть чат в телеграм-канале и в этом чате любой желающий может задать свой вопрос так вот недавно подписчица 1 попросила чтобы я показала свой метод подвязки томатов теплицы ну понятно что у каждого дачника и огородника есть свой способ свой вариант подвязки для каждого он видимо удобный и я считаю что я должна показать как мы укрепляем в теплице наши томаты и не только в общем показываю свой способ ну а от вас жду комментарии еще раз хочу вначале сказать что пробовали разные способы то не эстетично то выдергивается то спотыкаешься в общем не все меня устраивает вот этот метод на протяжении многих лет мы уже используем у себя для подвязки не только кстати томатов и так что же нам для этого понадобится и что мы делаем мы используем тягу подвесную вот ведь она вот такая вот бывает длинная бывает вот такая вот короткая в общем размеры бывают разные тяга подвесная продается в любом строительном магазине вот эта старая тяга эти мы вот прям на днях купили потому что мы везде и используем стоимость одной тяги мы брали вот в леруа мерлен по 5 рублей и ну что потратив 1 5 рублей хватит на долгое-долгое время мы и сетку ею закрепляем в общем удобная вещь теперь как мы ее используем ну вот такая длинная тяга она не особо удобная я все-таки использую вот такие вот короткие тяги и кстати короткая тяга несмотря на то что она вот такая небольшая когда ее втыкаешь землю и потом томат под нагрузкой под своим под тяжестью грозди и своего собственного веса не выдергивает что делаем дальше беру я эту тягу и под небольшим наклоном вставляю в землю она уже сначала легко входит дальше чуть хуже вставляем так чтобы кончик торчал дальше берем шпагат и завязываем на два узелка этого будет достаточно отрезаем нужную длину шпагата и я начинаю аккуратненько обматывать вокруг томата попадая в каждое междоузи вот видите обмотала как стараюсь прям чтобы хорошо хорошо обмотала томат я недавно рассказывала что когда хорошо обматываешь томата шпагатом то это не дает возможности ему лишний раз жировать и закрепляем к верху шпагат у нас еще немножечко болтается что мы делаем дальше а дальше мы нашу подвеску загоняем глубже в землю вот так вот все крючочек ушел вот видите крючок ушел прям хорошо под землю его будет уже выдернуть трудно он под наклоном и шпагат уже натянулся ну конечно не как струна не как леска но натянулся хорошо вот здесь вот видно что натянут он хорошо уже вот такой вот метод у меня значит подвязки наших томатов пользуемся достаточно давно подходит он для теплицы и вообще вот эти подвесочки вещь очень удобная потому что не держит хорошо томаты и шпагату можно потом ветки привязать и земли не выскакивает не топорщица никогда не споткнешься об них в общем вещь достаточно хорошая здесь у меня идет в два значит в два стебля томат и здесь у меня уже две такие опоры две подвески вогнутый в землю ответственно конечно уже верхом в разные стороны подвязан шпагат в общем вот такой вот метод подвязки томатов думаю ничего сложного в этом нету конечно для удобства пришлось потратиться но у нас этих подвесок достаточно много сейчас покажу для чего вот обратите внимание сетка это для огурцов да и вот сетка это закреплена снизу этими же подвесками видите вот они они очень хорошо держит иногда после зимы да нет вот крепко прям держит здесь можно выбрать подлиннее то есть вот эту сетку если вы не знаете чем прикрепить к земле шикарная вещь очень удобная поэтому у нас всегда этих подвесок много мы покупаем и в этот раз зашли они 5 рублей учитывая как все подорожало взяли прям 30 штук себе и даже вот видите сетка для винограда точно так же прикреплена к земле вот этими подвесками они здесь уже стоят с первых дней мы их не выдергиваем не вытаскиваем я могу приподнять их хорошо вычистить граблями листву и обратно потом загнать в землю вещи очень удобно еще раз повторюсь то вот собственно говоря и все вот так вот я по мере прорастания подрастания наших томатов подвязываю их можно конечно же веревку оставить чуть длиннее развязывать и потом обматывать и опять закреплять ее к верху то есть тут уже вы подстраивайтесь сами как вам удобно ну вот у нас нам как бы этот вариант очень очень удобен и считаю что из многих самый такой вот более-менее подходящий для нас вот и все друзья надеюсь вам информация пригодится я с вами прощаюсь ждем наступления тепла отправляемся в огород все высаживать потому что все растет все благоухает всего доброго друзья до свидания